Наши предприятия на протяжении 20 лет успешно производят лекарственные препараты различного назначения. Мы следим за развитием науки в области фармацевтики, анализируем и внедряем новые технологии, постоянно обновляем линейку нашей продукции. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. Пять лет назад наш завод вошел в состав крупного холдинга по производству лекарств и биологических добавок в Краснодарском крае. Присоединение дало нам возможность увеличить производственную мощность и обновить оборудование. Я 10 лет работаю главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много. География производителей расширилась, увеличилась конкуренция, это в свою очередь повлияло на качество производимого оборудования. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Чтобы продукция полностью соответствовала требования гигиены, необходимо было по сути серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. Мы решили обновить таблеточный пресс. Нам нужен был аппарат, который, в принципе, обеспечивал бы производство таблеток различных геометрических форм. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора таблеточного пресса я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которое проводилось в Москве. Таблеточных прессов на выставке было по сути представлено много различных конфигураций в зависимости от производительности способа прессования. Прессование – это такой технологический процесс производства таблеток из порошковых материалов, при котором сырье сжимается в пресс-формах таблеточного пресса. Для формирования таблеток используют матрицы различных форм и пуансоны различных размеров. Данные матрицы и пуансоны использовались в роторных таблеточных прессах. Какой вид роторного таблеточного пресса выбрать для нашего производства я планировал решить уже по прибытию на предприятие. На выставке я взял контакты у их представителей двух предприятий, которые, в принципе, могли, согласно представленному ими каталогу, произвести роторные прессы с различными парами пресс-инструментов для формирования таблеток разнообразных форм. Вернувшись на завод, я начал связываться по телефону с представителями предприятий производителей оборудования. Компания из Германии могла изготовить только лабораторный роторный таблеточный пресс, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться в возможностях таблеточного пресса, какой допустимая производительность. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет произвести оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Оборудование необходимо было, по сути, найти и купить обязательно. Самостоятельно это сделать у меня не получилось. Это немного поубавило моей уверенности. Я планировал найти специалиста в области поставки оборудования, который, в принципе, даст мне хорошую консультацию и сможет поставить машину в течение двух месяцев. Решил посмотреть в интернете компании, которые, в принципе, занимаются поставкой фармацевтического оборудования. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Я выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности миксера, сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант, посредника из Москвы, оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о назначении миксера, сырье, которое планировалось смешивать, требуемой производительности. На этапе консультации он выбрал роторный таблеточный пресс, который, в принципе, обеспечивает 19 пар пресс-инструментов. Я решил внимательно изучить предложенный вариант и вообщем, если он мне понравится, то согласовать его с руководством. Специалист компании выслал мне на электронную почту технический паспорт и инструкцию по эксплуатации таблеточного пресса. Я тщательно изучил возможности пресса и его характеристики, посмотрел отзывы предложенного оборудования в интернете и пришел к выводу, что это хороший вариант. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и качеству. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности таблеточного пресса. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Загрузка порошка в пресс осуществляется через воронкообразный бункер. Его можно легко снять, промыть и установить обратно. Подача порошка из бункера происходит через фидер. Возможно поставка активного фидера с принудительной подачей порошка в матрицу. При вращении ротора пресса-порошок подается внутрь матрицы, где происходит прессование и, затем, выталкивание готовой таблетки на поверхность. На корпусе пресса имеется блок управления. Мы остались довольны роторным таблеточным прессом, который, в принципе, дает возможность производить таблетки 19 различных форм, по рекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. В любом деле лучше обращаться к профессионалу, и тогда ваша задача покажется не такой и сложной. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.